Какова роль аргинина в организме? При каких заболеваниях возможно уменьшение концентрации этой аминокислоты? В каких продуктах содержится аргинин? Смотрите видео до конца и узнаете, насколько важна аминокислота аргинин. Перед тем, как начать просмотр видео, хотим всех поприветствовать и пригласить подписаться на наш канал, ведь мы заботимся о вашем здоровье. Примерно 10% массы человеческого тела составляют белки. Белки состоят из аминокислот, которые, соединяясь между собой, образуют молекулы белка. В построении белковых молекул человека участвуют 20 аминокислот. Они делятся на заменимые, то есть такие, которые могут поступать с пищей, а могут синтезироваться в организме. Другие, незаменимые, то есть они поступают только с пищей и в теле человека не образуются. Аргинин является заменимой аминокислотой, которая синтезируется в печени. Однако, при некоторых заболеваниях этот процесс приостанавливается и возникает дефицит этой важной для организма аминокислоты. Тогда можно надеяться только на поступление ее с пищей. Какова роль аргинина в организме? Эта аминокислота участвует в образовании оксида азота, вещества, участвующего в регулировании тонуса сосудистой стенки, состояния эндотелия, внутренней оболочки сосуда. Аргинин участвует в образовании антител, белков, оказывающих нейтрализующее действие на чужеродные антигены. Аминокислота уменьшает вязкость крови, стимулирует обмен веществ, способствует расщеплению жира и контролирует содержание глюкозы. Также именно аргинин способствует превращению аммиака в мочевину, которая выделяется с мочой, а значит играет важную роль в очищении организма. Кроме того, аминокислота способствует поддержанию нормального уровня половых гормонов, помогает при выработке яйцеклеток и спроматозоидов, повышает возможность оплодотворения. Провоцирует образование гормона роста, что способствует повышению количества мышечных волокон. Этот факт используют люди, занимающиеся наращиванием мышечной массы. Также аргинин помогает работе головного мозга, стимулирует работу нервных клеток. В норме аминокислота синтезируется в печени в достаточном количестве, да еще поступает с продуктами при правильном питании. Однако в некоторых ситуациях процесс образования аргинина нарушается. При каких заболеваниях возможно уменьшение количества аминокислоты? Понижение интенсивности образования аргинина в печени может быть при следующих обстоятельствах. Ранний послеоперационный период после любого хирургического вмешательства. Сепсис, протекающий с поражением внутренних органов. Тяжелое течение инфекционных заболеваний с выраженной интоксикацией, нарушением свертываемости крови. При заболеваниях печени и желчевыводящих путей. Случаи наличия онкологического процесса, во время беременности, при хронической почечной недостаточности. Различные системные патологии, ревматоидный артрит, красная волчанка. В каких случаях надо проверять концентрацию аминокислоты? Показаниями к определению уровня аминокислоты являются частые респираторные и другие инфекционные заболевания. 1. Нестабильное артериальное давление при отсутствии заболевания сердца и центральной нервной системы. 2. Проблемы с зачатием ребенка. 3. Плохо поддающуюся лечению анемия. 4. Медленный рост и недостаточное развитие мышечной массы. 5. Недостаток вещества может вызвать преждевременное старение, развитие сердечно-сосудистой патологии, неконтролируемую гипертонию, частое простудное заболевание. При избытке аргинина, но такое возможно только при употреблении биодобавок, появляется тошнота, боли в области желудка и печени, выраженная слабость. Что делать при недостатке аргинина в крови? Если количество аргинина понижается, то следует пересмотреть диету, внести в свой рацион продукты, богатые этой аминокислотой. Вообще, при правильном питании количество всех аминокислот, поступающих в организм, скомпенсировано и аргинин не является исключением. Однако в некоторых случаях все же стоит употреблять те продукты, в которых содержится эта аминокислота. Вот некоторые из них. Все виды орехов и съедобных семечек, морепродукты, особенно моллюски, яйца, яичный порошок, белое мясо птицы, нежирная свинина и говядина, молочные продукты, все бобовые. Рацион, содержащий продукты, богатый аргинином, можно составить для мясоедов и вегетарианцев, взрослых и детей. Поддержание в крови необходимой концентрации этой аминокислоты важно в любом возрасте. Также стоит задуматься о том, чтобы не обходить вниманием продукты, содержащие аргинин, беременным женщинам, лицам, активно качающим мышцы, занимающихся спортом. Суточная потребность колеблется от 6 до 30 грамм у взрослых и составляет 4 грамма у детей. При явной нехватке аминокислоты возможно применение биодобавок, содержащих это вещество. Но чаще всего все же можно справиться питанием. Редактор субтитров А.Семкин